всем приветики всех поздравляем с третьим адвентом мы зажгли 3 свечечки напекли утром блинчики позавтракали мэри джин нарисовала для папы и мамы снеговика елочку и подарочек и снежинки которых у нас к сожалению еще пока нет и мы не видели их ни одной снежинки но мы собираемся гулять я вчера джеми подстригла филиальт сейчас оденем шапочки ботиночки и пойдем гулять вот они пошли пошли гулять наши голые деревья пострижены и смотрите здесь еще яблонько и на ней висят яблоки и ни одной снежинки у нас декабре смотрите ой как классно вот такой вот шильд и на ней такие красивые фигурки ангелочек звездочка елочка и она светится вечером красота воскресенье в германии тишина никого нет вы не представляете какая тишина и чего все вымерть ничего не работает мне кажется это классно когда такой вот день до день тишины принципе и так в течение недели не так уж и шумно да в нашем городе а воскресенье вообще а скоро если все закроет вообще как будто знаете как в страшных фильмах когда карантин и все сидят по домам было бы смешно если бы не было так грустно потому что сколько можно уже держать-то посмотрел сколько сегодня уже за вчерашний день числа рекордные непонятно почему это так столько много с одной стороны они не хотят закрывать потому что и так все экономика полетела а с другой стороны человеческие жизни они важнее денег смотрите какой домик пряничный полностью съедобный с человечками это гензелен гретель наверное да вот эти детишки и бабы-яга саша предлагает вот такого на балкон поставить на террасе магазин он дорого будет стоит если самим сделать из проволоки потом веревку вот так вот обмотать и гирлянду здорово сейчас вот такие вот елочки модные такие как ёшка из туалета вот такие у нас виды открывается в декабре месяце речка зиг рыбка наверно да это вот мостик который открыли а потом закрыли потому что поверхность была сильно гладкой и могли повредиться велосипедисты те кто пробежку делает вот как куда-то полетела он еще одна утка полетела сейчас смотрит карту нашего города весь центр полностью закрыт не в принципе закрыта то что туда заходить нельзя без масок теперь только с масками в центр но мы гуляем уже за центром поэтому мы можем маски снять и прогуливаться вы не представляете какая погода сегодня шикарная не передать передать пение птиц вот этому поверчание реки зиг солнышко ярко даже спину греет зелененькая травка и запах такой очень вкусный вы слышите а птички поют не хватает капели из крыш наши дети вырвались на волю можно покрыгать поскакать грязь повидать когда саша был маленький его в такую грязь вообще нельзя было завести потому что мама должна была ведерко с водичкой сносить с собой чтобы саша ручка помыл если чуть-чуть пальчики у саша замарались бедная мама все было так нормально и она с ведром ходил поэтому сашу все знали прозвали стерильный да он до сих пор такой же стерильный только в кого дети такие наверно мамку я когда в детстве была я везде грязь находила с детства есть одна фотография где я стою в луже в резиновых сапогах там везде грязелка и все мои руки и все мои руки в грязи и я вот у меня вот такие вот баранки были вот здесь с бантиками в куртке в колготках в резиновых сапогах и все пальцы вот такие в грязи я стою и довольная счастливая что я наконец-то нашла эту лужу с грязью вообще детям то надо позволять это так вот наслаждаться жизнью очень сказал что мы успешно возвращаемся домой кто-то успешно на успешно я же вы с успехом все-таки кто-то и сейчас придем все вещи будем стирать а сегодня с утра разговаривала с мамой она спросила лена а у вас ресторана германия дорого саша говорит принципе за те порции которые германии предлагают даже дешевле будет чем россии потому что сколько мы в саши в россии не были в ресторанах порции очень маленькие поэтому и дешевле то получать потому что себестоимость тоже думал почему так дешево на карте стоит потом я понял что порции совсем другие а в германии когда я увидела порцию салата мы были берлине заселились в хотель и пошли в ресторан поужинать я заказал себе вначале салатик потом думаю вторую закажу и что и что вы думаете принесли мне салат из-за роколы с орешками гидровыми это была такая большая тарелка это такое ощущение что как мы готовим на всю семью салат и что вы думаете я этим салатом все мы и наелась и я больше ничего не заказывала саша когда я говорю я ну скажи скажи еще какой-то тетки уже сыты и вот в принципе по стоимости получается что германии даже где-то дешевле за порцию чем россии и вам вспомнила сказала что когда я была в студенчестве такие были прекрасные годы мы с подружкой после учебы в институте ходили в воскресенье а нет она как сказала что воскресенье да по воскресеньям они после от нежной тренировки ходили по лыжам и воскресенье они ходили в ресторан поужинать потому что времени не было готовить и на 3 рубля они покупали себе жареную картошку котлету какой-то маленький салатик и компот на 3 рубля можно было так накушаться еще они ходили в пельменные заказывали порцию пельмени тоже было очень дешево такие счастливые годы замечательные я говорю мама а что сейчас мешает быть счастливым и сделать замечательное время не важно что сколько тебе лет даже в 90 лет можно быть счастливыми когда мы с нашей в россии вы подавали документы в загс рядышком с нами сидела пара дедушки наверное лет восемь чем-то около 90 до и с ним женщина тоже уже совсем совсем пожилая и вот они подали заявление в загс и я кстати я их видела когда мы с тобой женились да и они тоже поженились это о чем говорили что неважно сколько тебе лет ты можешь быть счастливым и устроить свою жизнь так как ты хочешь а мама быть ну лена ну как там не мне уже столько лет уже света не тут возраст не тут это не то время мама почему ты же не собираешься умирать сейчас почему ты не можешь себе позволить то что ты хочешь германия в принципе люди начинают жить когда уходят на пенсию потому что работа заканчивается каждый день на работу не надо ходить дети выросли у детей уже свои дети внуки и в принципе пенсионеры начинают жить на свою жизнь которые они хотели хотят сделать это большинство даже с кем не говоришь именно то что для этого времени не было возможности не было не все говорят а сейчас я могу это туда съездить только смотреть это сделать правильно жизнь кончается с этим но смысл не в этом смысл в том что человек сам себе может построить жизнь такой как он хочет не сидеть на месте и плакать и жаловаться что меня нет этого что у меня нет этого что у меня нет это можно встать никто не никакой дядька не придет и тебе не скажу тебе мешок денег иди развлекайся самое главное самое главное самое главное знаете когда вы сами чего-то добиваетесь в жизни когда сами что-то построите вам от этого уже счастье самому себе потому что вы сами чего-то достигли никто-то вам не пришел не помог а сами что-то достигли своими руками своей головой здоровье есть все возможно все возможно тебе сколько лет я себе поймала на мысль что мне 40 лет маме уже 68 лет и я учу ее как ей жить и как-то меня знаете это как и напугала в то же время и я маме говорю мама я начала жить после всего пережитого как последний день потому что я знаю что завтра может быть и этого дня и не быть я просто напросто не проснусь мама моя сказала лена но почему-то себе на вот наговаривая что ты умрешь я бы мама я не в этом дело любой может быть и и случится несчастный случай не в этом дело что наговариваешь его ты думаешь если нет в том-то и дело что я думаю каждым каждый день чтобы надо его прошить счастливым надо все сделать по максимуму ходить и улыбаться ходить все делать по возможности что у тебя есть сил потому что завтра не может быть а мы просто-напросто многие накручиваются на сто раз хуже себя что мы делаем и потом выжалить до когда я слегла и больше не могла вставать я очень сильно жалела что вчера позавчера или позавчера не прожила эти дни именно с той энергии которая у меня была была еще в моем теле да столько сделал ибо и очень много мы сами себя загоняем в тупик сами себя погружаем в темноту то что мы не можем сделать то что мы не так живем том что другие вот так вот живут а мы не так живем что мы несчастные мы встаньте встаньте поднимитесь измените потому что никто за вас ничего не изменит все можно сделать и полностью знаете хопс даже с секундой на секунду все полностью взять и измениться да начинать очень трудно очень трудно с нуля особенно очень трудно думаешь это никогда не изменится ничего все плохо 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 а когда начинает знаете самое главное начать а там само по себе она будет как снежный ком накручивается и жизнь меняться и жизнь меняться так как вы хотите поэтому я и маме сказала неважно сколько тебе лет ты можешь жить так как ты хочешь поедите уже взрослые все есть можно просто сходить вот хочется знаете вот мороженое пошел купил мороженое даже 70 80 90 захотел поехать куда-нибудь но сейчас конечно это с этим тяжеловато да но это когда-то закончится захотел грязь упал до грязь упал упал поэтому но это жизнь он счастлив от это что он там упал и родители и родители не так сильно ругали потому что знали что в принципе это можно все постирать даже мама вчера эту куртку постирал ну можно еще раз постирать зато ребенок счастлив до ребенок так что какая бы я сложная ситуация не было из нее всегда есть выход вы скажете да тебе легко говорить он у тебя золотой муж золотой мне кажется мы в ситуациях тоже это каждую ситуацию тоже имели я их имел и придумаешь что все конец больше ничего нет утро просыпаюсь и ищу себе выход выход всегда так мне кажется это у каждого человека так только некоторые если видеть да некоторые нужна помощь я считаю да это оба то что думать что проблем нет это у каждого есть это еще какие-то темная я все что и больше чем у меня мы вернулись домой сейчас я все кузыг закинем день продолжается у нас сейчас небольшой кафе тайм саша купил несколько кусочков тортика тут можно покупать не только целый но уже он порезанный и кусочку меня с малинкой кухон мэри джейн тоже с малинкой и у джейми А у папы Кэзи Кухон, да? А там еще, знаете, что есть? Там еще один кусочек Вот такой, он с фруктами, с экзотическими, там киви вижу А на нас, да, есть? Что там еще? Но мы его еще не врезали, поэтому Я буду пока кушать вот это вот с малинкой Приятного кофе питья Сейчас только что получила письмо со своей школы Вот-вот-вот только что написали, что наши занятия закончились И, возможно, они продлятся онлайн Но это сообщат уже позднее Так что завтра я в школу не еду Мэри Джейн, мы завтра поведем? Да, наверное, поведем Да, до среды, до среды, да, она будет ходить Нет? До пятницы До пятницы Желательно не приводить А она туда и дома работать всегда Пускай Ходит Поэтому Мэри Джейн ходит в школу Джейми сидит дома И я сижу тоже дома За двух недель Да Закончила опять курс Получается у нас недели до восемнадцатого числа Вот завтрашнего дня с понедельника Потом у нас зимние каникулы И потом До пятницы еще Да И потом после каникул Еще одна неделя обучения И у нас экзамен Так что Вот так вот Две недели Ну, мы увидим еще после десятого января, что там будет Откроют И вообще экзамен будет Да, и вообще экзамен будет Поэтому Хорошо, что нам сообщили Вот там пишут, что да, уже всем сообщили У нас есть общая группа на WhatsApp И я вижу, что все уже в курсе Что завтра с понедельника мы уже не учимся Ну, надеемся онлайн как-то Мы недельку отучимся Я считаю, это немецкий учить онлайн Это как Еще будет ли это все функционировать? Это одно и тоже, знаешь Вон Сидим Открой свой бух и сама учи Это в принципе одно и то же Я считаю это Все дурость Вот так вот Так что как мы предполагали У нас всех закрывает Когда это закончится, неизвестно Такие вот у нас новости Одна пижама готова Ой, дай мне каця Кошечка пошла спать Кошечка 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 Пижама Городжейн его везде с собой берет И в самолет И везде И вот спит с ним С того момента как ей подарили Вторая пижама тоже готова Спать Кошечка Городжейн 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 Мэри Джейн Захбита, спокойной ночи. Спокойной ночи. Джейми Захбита, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи, сладеньких снов и хорошего вам настроения на весь будущий день. Мы вас всех целуем и внимаем.